здравствуйте дорогие друзья уважаемые зрители моего блога моего канала в ю тубе и моих сайтов других я хочу вам сегодня рассказать очень интересные факты о долголетии на руси собственно у меня есть несколько лекций и до того как я расскажу и покажу вам очень интересные данные сейчас я надеюсь вы проанализируете так сказать будете довольно рады этой информации в принципе как любой разумный нормальный человек ведь нам втюхивали в голову подсознание вбивали многие годы что мол ну что ж сейчас живут 56 а средние это плохо конечно вон в японии больше но раньше на руси вообще 30-40 лет жилья с этой с этим обманом борюсь достаточно давно и есть у меня несколько видео давайте покажу то что кто-то из вас если не смотрел в начале это посмотреть вот у меня мой блок юфролов точка ру главная страница вот здесь внизу но прям ролики и вот этот он уйдет конечно скоро но мы сделаем такой раздел по долголетию обязательно вот долгожители на руси я ее но это одна из последних моих лекций на эту тему вот обратите внимание и обязательно прослушайте она есть на канале в youtube но я просто в блоге показываю где у меня это есть вот как раз я тут рассказал откуда взялась эта ложь насчет 30 40 лет там как все это было в документах как это было по словам очевидца за сказать даже кинохроники где можно и как посмотреть все это есть ну еще покажу смотрите видео здоровье а нет не здесь сейчас сейчас я вам скажу где блок вот такой раздел блок открываем здоровье открываем долголетие и вот здесь у меня есть во первых запись на народном радио долголетие на руси посмотрите если будет интересно есть о долголетии кому за 110 такое интересное видео я его снимал несколько лет назад вот посмотрите обязательно и две статьи введение в тему долголетия и до были долгожители в россии ну собственно здесь как раз есть интересные фотографии вот например 122-летний старец который был участником бородинской много других было живых участников бородина когда в 12 год отмечали 100 лет со дня бородинского сражения он дядя николая второе ведь рост 2 метра это вот его дядя николай николаевич вот николай второй с царевичем алексеем там было вот старцы вот эти были ныпчем без палочек без клюшечек он пришли тут было и 136 лет одному все это документально известно даже медаль выпустили тогда которые наградили промышленно отпечатали серийную медаль которые наградили живых участников бородинского сражения почитайте того же пикуля но это что я вам вот это объяснил показал обязательно посмотрите о чем я вам сейчас хочу сказать еще есть такое интересное городище велье находится она в пушкинских горах это относится к территориально пушкинским горам хотя где-то в 15 километрах от самих пушкинский город можете посмотреть там и найти картинки но я вам покажу сейчас вот еще с одного сайта достояния планет очень интересный кстати сайт и ребята молодцы интересную информацию дают вот тут значит я вам даже сейчас специально на кадры можете потом оставить почитать на паузу да значит историю вот значит этого края совсем кратко конечно есть тут видео с высоты птичьего полета такой огромный холм городище где значит был раньше конечно крепость древнеславянской до этого значит тут было и капище много чего интересного озера вокруг такие красивые нас места ну и вот со спутника видно вот она велье вот можно посмотреть как относительно пушкинских гор вот давайте посмотрим а вот собственно пушкинские горы вот вели можно поехать вот по объездной дороге до новгородки и до пушкинские горы а можно вот по такой проселочной дорожки напрямую прям велье выехать как мы собственно ездим сами и вот мы с семьей как-то поехали здесь буквально на днях давайте я вам сначала покажу несколько кадров но природе заодно все-таки для души тоже так сказать небольшую А потом в конце расскажу именно, что я встретился с тем, кто, собственно, с краеведом, который музей местный маленький краеведческий оберегают. И вот разговорились по душам. И вот что я узнал по поводу долголетия на этом территории маленького района Красногородского. Такую книгу показал мне этот человек, я вам ее тоже покажу. И давайте посмотрим, кто сколько жил, то есть какой процент людей и сделаем некие выводы из этого. А пока посмотрим. Это вот холм. Тот самый, что вы видели. Огромная была когда-то крепость. Причем ее половина была каменная, половина деревянная. Это все по археологическим раскопкам было. И, кстати, еще часть ее стояла, ну, скажем, в начале 20 века. Еще оставались части. Тут есть подземный ход вот от этой церкви, которой сейчас уже нет. Крест на этом месте стоит. Я его покажу на кадрах. И подземный ход вот сюда за городище ведет к той церкви, которая сейчас находится рядом с музеем. Ну, давайте посмотрим. Это вот мы поехали с семьей. Вот мои, так сказать, лезут наверх. Девчонки залезают. Ну, тут, конечно, не 90 градусов, но 75-80. Отвес просто 100% с этой стороны. Вот, кстати, на кадре, если посмотреть, это вот здесь. Вот мы машину вот здесь поставили. И вот по отвесной почти стене вот этой карабкались. Ну, ладно. Виды, конечно, красивые. Очень красивая природа, как вы сами видите. Вокруг, внутри растут дубы. Вот такие уже большие, огромные дубы. Вот такие вот вековые дубы. Здесь кладбище. Ну, и понятно было, городище в центре. Потом уже церковь и кладбище. Прекрасная сирень, прекрасные вот такие мощные березы за 100 лет. Возрастом вот мы идем на кладбище. Вот это место церкви. Это в середине примерно данного сооружения. Вообще, проходя по кругу, вот который раз уже мы посещаем и обходим всегда по кругу, по внешним границам стен. Да? Ну, вот красивые, так видите, дубки растут. Тут клеон, огромный хороший урожай в этом году будет семян. Вот. Заросли все холмы, а виды дальние. Ну, где видно, посмотрите, очень красиво. Клеоны, рябины, то есть, ну, прекрасный широколистый на лес будет вот такой, да, здесь. А вот такие вот кленами заросли, значит, скаты, пубровки, вот если смотреть. Да, и вот такие березы огромные, холмистая местность. Вот дубы, видно их из другой страны, мы уже как бы подходим в рядок березки. Дубы сидят. Красиво, очень красиво. Видишь, красота здешних мест ее, конечно, не описать. Кстати, приезжайте обязательно в Пушкинские горы и к нам, можете у нас остановиться в гостинице, в отеле, вот. И, конечно, посмотреть, чтобы все это нужно неделю, неделю. Потому что даже на велье поездка это целый день, чтобы все здесь посмотреть, действительно. Вот. Ну, вот вдруг вы обошли как бы с противоположной стороны, вот и видно это место, да. Так, и вот это, собственно, крутой холм. Вот это церковь, которая метров 500-600 находится от холма, где-то как раз вот недавно обвалилась, как мне рассказывал кровет местный, такой часть у церкви, почвы, земля. И там вот нашли, потом его замуровали, подземный ход древний. Ну, вот это, собственно, сам музей. Ну, а если от музея, вот от этой стены, смотрите, вот церковь, прямо в двух шагах. Вот этот холм, значит, где мы находились, это вот тут не видно за кадром. Сейчас, ну, ориентировочно это правый вот угол, вот сюда на нас как бы вид. Теперь, вот буквально несколько кадров из краеведческого музея, если будете, обязательно посетите. Ну, он интересный, начиная от реальных предметов утре, причем в основном сохранившись с этих деревень окрестных, до разных фотоархивных и прочих интересных тоже материалов. Да. Ну, кстати, вот несколько домов каменных, как положено в этих местах, где камень с кирпичом сочетаются очень красивые кладки. Вы можете увидеть рядом, как в соседних населенных пунктах, так и здесь. Кстати, некоторые из купеческих домов остались целыми, их три, но состояние, конечно, тяжелое. Эти три домов на кадрах я вам сейчас тоже, кстати, продемонстрирую. Вот Пушкин даже, потому что тут посещал тоже, естественно, ему, поэтому отдельное здесь посвящено, так сказать, стенд. Вот Леон, потому что были леноборческие деревни и местности. Вот это сейчас школа, она еще функционирует, за ней огромный амбар, вот как раз это каменные кладки. Это был один купеческий дом. Второй прямо слева, буквально на площади, вот сюда слева, разваленный, принадлежащий, ну, как бы колхозу. Сейчас это уже, ну, можно сказать, видите, в таком запущении, что чуть-чуть еще и не спасти. Жаль, уходит, пропадает очень красивое строение. А это вот те самые ворота, которые тоже купеческий дом третьего купца, когда они все, в принципе, разбогатели на льноводстве. То есть, занимались перекупкой и продажей уже в крупные города, так сказать, работали как, ну, можно сказать, как посредники. Так, хорошо. Теперь давайте мы с вами посмотрим, что же мне сказал, давайте, прямо с самого начала, один вот этот местный краевед, который любезно показал нам, провел экскурсию. Ну, и к тому же, вот в конце мы с ним посидели, душевно пообщались. Кстати, что касается, что касается долголетия, я всегда во всех уголках страны, где бываю, когда бываю, спрашиваю, когда это кстати, а нет ли рядом каких-то долголетий, отмечались которым люди, каких-то долгожителей, ныне живущих или которые жили раньше. Ну, а если есть, то пытаюсь расспросить, максимально узнать информацию, как жили, что ели, как работали, трудились, ну, и все, что возможно. И в данном случае информация была весьма ценная, давайте сейчас это посмотрим. Мы сели 108 лет Степанина Ивановна. А где она была? Это Красногородский район, Покровская. Ну, уже, все равно, давно уже, да? Да, 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 да. Я лично общался с ней, она учила травами, она все лето проводила в лесу. Даже папоротник отцветки собирала, успевала собрать, я не помню, 8 или 9 цветков за ночь. Да, вы что, да? То есть, вот серьезно, всегда она прям. Ну, эта информация просто интересная уже сама по себе. Не то, что там и бабушка, во-первых, да, 107 лет она прожила, сейчас мы ее увидим документально, что называется, по книге по датам рождения. Но, так сказать, самое интересное еще, что она не одна была, там такая долгожительница, их было много. Но, вообще, про Апочинские районы, вот этот Красногородский, они рядом, ходят фактически легенды. Ну, легенды, это что было, есть на самом деле, это не придумки. Потому что знания у людей были очень большие, и по травам, особенно по грибам. Потому что, даже если читать книги Филипповой, тоже по фунготерапии, по лечебным грибам, там постоянно идут ссылки на Апочинский район. Во-первых, ее, как бы, судя вас, с этими местами связало, у нее там бабушка была. И вот знали, там люди прям вот применяли и гриб-веселку, вот этот, про который я рассказываю в своих лекциях по здоровью, да. Не было онкологии практически. Ну, то есть, вообще, вот кто, по крайней мере, знал, принимал. Очень много, оказывается, старобряческих было деревень на вот этих границах двух районов. Ну, давайте дальше послушаем, да. Кстати, вот интересная насчет цветков папоротника тоже, правда, эта информация. Это, конечно, прям такая, ну, вот, не доверять тоже человеку нельзя. Да и этой бабушке почему не доверять? Какая? Берующая была она медсестра, работала медсестрой. Ой, я забыл, до революции, в революцию ей было 17 лет. Врачи некоторые иногда обращались к ней за советами по лечению людей. А знания свои никому не передала? Нет, ну, она не колдовская, ничего. Ничего, только травки. Нет, ну, понятно, трава природная. На какой магии совершенно. А грибы не знаете? Собирала она, занималась надлечением грибами. Вот, не могу сказать. Это просто не спрашивали, да? Да. То есть, ну, травы и травы. Обычно люди не спрашивают, а так вот. То есть, вот так вот. Ну, как интересно. Значит, одна вот, один вот сто лет, да, вы говорите? Ей, где-то, сто семь, да, примерно, сто шесть, сто семь? Да. А еще были какие-то, слышали о каких-нибудь? У нас книга, я не помню, где Красногородск. Вот там в этой книге «Долгожители», там немного их, я не знаю, где она у нас, где-то есть, подарена нам она из Красногородска. Соседний район Красногородский, поселок Красногородского типа Красногородский. Красногородска или Красногородск? Там, это книга, это вообще можно где-то купить, эту книгу? Что за книга такая? Я сейчас спрошу, только вряд ли что. Ну, купить там, как говорится, не было, не получилось. Купить, я думаю, получится. А главное, что у нас с вами получится, это посмотреть. Итак, давайте посмотрим. Вот, собственно говоря, эта книга. Я думаю, что правильно будет... Ну, кстати, сразу, давайте прям по ходу. Вот мы видим, да? Там, 53-54, 101 год, 100 лет. Здесь вот мы видим сколько? 103 года, да? 107 лет. Вот, значит, там, ну, больше 100 лет. 48-47, это сколько там? 99, да? Значит, вот мы видим, например, идем отсюда, смотрим. 106 лет. Значит, 107 лет, 100 лет, 99, 100, 103 года, вот, вот, смотрите, 107 лет. Вот, 84-1990 год, да? Это сколько у нас? 106 лет, так сказать. Ну, и так далее. Вот мы видим внизу тоже, 99, вот, Самсонова, 100, значит, 6 лет и прочее. Кстати, давайте посмотрим, там не одна страничка. Итак, давайте послушаем. Ага, это вот... А, вот его знали, да? А, это в этой книге как раз описаны, так сказать, да? Такие долгода. Вот тоже 100 лет. Тоже 98, да? Ну, долгожители. Это вот Красногородский район. Ага, угу, угу, угу. А как книга называется? Так, Красный город. Городец. Где-то я видел. Красный городец. Красный городец. Городец. И тут, ага, то и бабушки тут нет. Так, сейчас Степанида, я не помню фамилию, Степанида Ивановна, Степанида. Это, как же... Ну, давайте даже посмотрим так, да? Александра Кулина Александровна, да? Сколько? 103 года. Далее мы смотрим 100 лет, 100 лет, 107 лет, значит, 100 лет. А вот посмотрите, Васильева Анисия Васильевна сколько прожила? С 1834 до 1949 года. 115 полных лет. Вот деревня Рыково. И так далее. Вот мы, кстати, Васильеву видим еще, видите? Значит, тоже Васильевна, сестра ее. Ну, кстати, разница какая, как рожали. То есть, разница в 31 год. То есть, соответственно, там, может быть, матери было 50 или около этого. Да, и жили люди долго, и рожали детей. И много, и не только, там, лет до 30, а и до 50 и больше. Дальше смотрим, там, 100, вон, один год. Посмотрите, 103 года, 103 года, 103 года. Она Покровская, Мозуля Покровская, она Степанида Ивановна. Вот, ага. Вот обратите внимание, та самая травница, бабушка Степанида Ивановна, 107 лет. Вот, пожалуйста, 103 года, 106 лет. 101, да, 101. Степанида Покровской волости, принцевая. Ух ты. Ну да, 107 лет. Очень интересно, конечно, изучить. У многих деревень нет, жаль. И преемственности вот этой нет поколений, когда можно всё расспросить. Порой многие даже не знают, что уже у соседей происходит. Вот это вот Покрохом, как говорится, я собираю информацию по всем местам, где бы я ни ездил. Это, в основном, русский север, потому что очень многое, что можно интересного найти. Но главное, что на маленькой территории гигантское количество, вот вы увидите сейчас и дальше, долгожителей, ну, как бы это сказать, более того, учтены не все. Далеко не все. Да-да-да. А что-то не можете припомнить интересное про неё? То есть, как она вообще жила, что ела, чем питалась? Наверное, она ела мало, да, я так думаю? То есть, обычно эти люди, так сказать, очень умерены в питании. Я не знаю, как, вот мы объездили, у неё было уже сто с лишним лет. Она как молоденькая, в формуле, сейчас она с мамой дружила. А, с вашей, да? Прыг, как девчонка, оттуда баночки с вареньем, оттуда прыг. Травки развешены, да? Да-да-да-да, я её раза три видел. Ну, она такая, наверное, была худенькая, жилистая, такая, кренастая. Ну, как и все такие люди, кто застолит. Вот, кого я знал. Вот её, Иванова, где она у нас? Степанида Иванова, Покровский. Ну, она в Покровском жила потом, это она родилась, блин, этой деревни уже нет, наверное, в 1889 году. Говори, в революцию я забыл, это больше. Больше, ну, только естественно. Тут ещё плюс 11, это ей уже там 28, сколько там было. Конечно, конечно, конечно. Да, здорово. А это всё, ну-ка, а на этой, а, всё, а, нет, нет, только тут вот ещё, да? Так, бережание. Ну, и что называется тут, давайте просто бегло тоже посмотрим, да? 104, 101, ну, пошли, поехали, это мы уже смотрели. А вот интересная информация, очень интересная, смотрите, что долгожителей за этот период значительно больше. Учтены только те, кто постоянно проживал и умерли в Красногородском районе. Многие выехали из района и закончили свою жизнь в других местах. Вот что поведал Павлов Михаил Павлович, ветеран труда из деревни Барашкино, значит, родины Героя Советского Союза, Никандровой. Я помню, что в деревне за мою жизнь проживало не менее 10 человек, имеющих возраст 95, 100 и более лет. Значит, он их называет поимённо, но, к сожалению, вот тут вот осталось только двое учтённых. Из более, чем 10 человек. Может, связанного, но не менее точно. Ну и здесь можем посмотреть. Вот дается 100, значит, 99, 106, 105, значит, 103, 100, нёст 9, 100, вот, значит, 107, 106, 101, ну и так далее, и так далее. В общем, вот тут тоже 106, и пошло-поехало. Значит, дорогие друзья, понимаете, значит, на самом деле, куда ни коснись, вот кто читает какую-то литературу, касаемую хотя бы 19 века на рубеже 20-го, воспоминания, конечно, многие люди это просто не остаётся в памяти вроде, но вот я-то читаю, у меня такой склад ума, что я всё запоминаю и анализирую, автоматически у меня прослеживаются вот эти связи, просто даже без подсчёта. А потом, когда начинаешь процентом отношений, тут тоже учтено, сколько процентов и так далее. Очень интересный анализ сделан. Очень много людей имело высокую продолжительность жизни. Другой вопрос, что была высокая детская смертность до, скажем, там, начала такой активной, скажем, медицины, когда искусственными путями пытались любой ценой сохранить жизнь. Ну и последние 200-300 лет действительно детская высокая. Из-за этого именно, что кто-то умер в полгода в возрасте, кто-то в год, в два, в три было 15 человек детей, кто-то прожил там 160, вот вам 30-40 лет среди продолжительности жизни. Но по сути-то это неправда. По сути, люди, так сказать, кто выживал, жил, они жили очень долго. То есть потенциал человека любого, он весьма высок. Только мы своими неправильными действиями, неправильной жизнью, образом жизни, питание и прочее, всё и другие. Есть факторы, которые мы замедляем и, вернее, укорачиваем себе жизнь. Укорачиваем, наоборот, ускоряем обменные процессы, укорачиваем жизнь и меньше живём. Кстати, очень многие эти люди, которые прожили 105, 106, 115, они могли бы гораздо больше прожить, если бы, ведь некоторые умерли от инсульта, инфаркта. Ну, вот как, например, давайте подумаем, вот Зейдин, которому сейчас вот на данный момент записи, 101, он же у него в 70 с чем-то лет был там, по-моему, если не инфаркт именно, его успели спасти, потом сделали, значит, вот воля случая или там судьба, но не в этом дело. Вот он мог бы умереть там в 70 с чем-то лет, и никто бы о нём даже, ну, в том смысле, что вот долгожитель не говорил бы. А сейчас уже 101, он 100 лет вот, и сейчас, может быть, не знаю, но 100 лет даже и плясал на сцене, и вот Сидон Кихот играл в своём спектакле известном и так далее. Активный человек, но, тем не менее, мог бы умереть раньше. Если бы спасти человека, а что значит спасти? Ликвидировать проблему. Конечно, лучше её ликвидировать естественным путём, изменением образа жизни, питания, потому что, если относиться к этому серьёзно, объективно, то, например, медицинское обследование, если вскрывать человека, который умирает, вот, обследовать, то всегда видно причины. Там острая форма крайней степени атеросклероза, когда уже там тромб отошёл от атеросклеротической бляшки, и, значит, инсульт или инфаркт, соответственно, куда это попало, где мозг, инсульт, ну и так далее. То есть, на всё есть причины. Если бы эти причины при жизни нормальным питанием, образом жизни устранить, а лучше не допустить этого, то потенциал жизни человека, ну, гораздо дольше. То, о чём я говорил в своих лекциях, которые ещё раз вам говорю, посмотрите. Обязательно. Я их в начале ролика показывал. А теперь давайте ещё послушаем. Соседовый, 19-6. Ну, я только ещё в 19-6 только из армии. Ну, этот 107 тоже. Фролова, я смотрю. Тоже на удачность ребёнок. А такая вот Ильинская. Павлова Мария Тимофеевна. А кто ж такая? Тоже 100 лет Ильинская. Ну, это вот моя родина. О, видите, как? Порой посмотришь, да, интересно. Ну, я её должен знать. Знал, но это просто я из памяти. Есть, тут и всё. Платишина. Лопатчиха, это староверская деревня. Да? Какая? Лопатчиха. А-а-а. Там есть староверский край, старобрядцы. Ну, староверы живут. Ох. Тоже 106. И жукры, и пистолы. Многие жили много, то есть, ну, долго старобрядцев. Много. Там вообще край староверческий. Вот Красногородский и опатчихский район, и одни староверские деревни. А, и опатчихский район. Да, захватывает. Кто-то, просто скажу вам так, может, вам интересно будет, вот, раньше о знании о грибах, и не только я почему спрашивал, фунготерапия, ну, это сейчас наука, фунготерапия о грибах, а раньше это просто знания были, да, вот как передавали, вот как вот эта бабушка, которая, так сказать, травами. Они и грибы, и вот они там в том числе знали, и целебные, этот опатчихский край был славен грибом весёлкой, есть такой гриб. Вот он, вот, против любых опухолей, онкологии, папилом, миом, кистом, фибромиом, всё, лечат, всё, да, уникальный гриб, как яйцо, его ещё чёртовое яйцо называют, такое яйцо, как, значит, плодовое тело, из него потом быстро выходит ножка, то есть, плодопочка такая, то есть, вот эта спороножка. И она буквально за 15-20 минут выходит, то есть, в книгу рекорд Гиннесса, значит, самый быстрый темп роста среди грибов, то есть, там сантиметр в минуту, и потом за 20 минут сгнивает, то есть, выбрасывает споры, и всё, и вот этот момент самый целебный, значит, её прямо, когда она ходит, прямо дежурит у этого, вот это. И вот раньше в Апочекинском районе, это мне дополнительно известно, вот знали, это знания были огромные, и ни у кого не было, так сказать, или жили очень долго люди, то есть, ну, в том числе, конечно, и травы, но вот эта весёлка именно гриб, вот сейчас она применяется и, так сказать, активно. Ну, кто в теме? Против, вот как? Лекции я, значит, по грибам проведу ещё не одну, посмотрите, если будет интересно об онкологии, ну, коль уж об этом речь зашла, тоже у меня в блоге найдёте, ну, собственно говоря, я даже вам вот покажу тоже, вот моё главное, мои выступления, вот здесь лекции, вот здесь по онкологии. Если будет, потому что там о лечении гриба, о грибах тоже, так сказать, сказано. Вот на главной страничке есть у меня ещё здесь тоже разные лекции, посмотрите, не все внесены ещё в разделы, будем тут наводить порядок в блоге, нужно почистить некоторые разделы. Ну, что ж, данное видео было посвящено важной теме долголетия на Руси, вывод можно сделать очень простой, там, значит, даже по примерным, прикидкам без чёткой статистики видно, она лишь подтверждает потом, что там 10% населения, как минимум, имело возраст ещё на рубеже, вот, а это ведь, извините, это вот учтены кто? Кто умер, когда вот уже, там, 90-е годы, там, ну, там, 70-е, 90-е, 2000-е, но ведь мы даже не берём более ранний период, который учитывался, конечно, но нет анализа такого глубокого, это нужно копаться в церковных книгах, в архивах, там, и так далее. И, однако, по ним, по многим, значит, произведениям наших известных и классиков, перепискам, там, документам, которые писали и послы различные, там, при дворе разных наших государей, так сказать, прошлые времена и так далее, мы видим ещё больший, так сказать, диапазон жизни. Ну, об этом смотрите у меня в других лекциях по долголетию, примеры на известных людях, на их родственниках, известных людей, что уж далеко ходить, там, малоизвестных брать, и об этом тоже я рассказываю. Так что, жили долго, почему мы сейчас живём так мало, в целом, нации, народы и вообще народы, это уже, так сказать, я думаю, вы знаете, а кто не знает, посмотрите мои лекции, будет всё понятно. И всё-таки, кто ещё не понимает, что питание играет главную роль, а, кстати, я вот анализирую вот таких, очень интересно, в Дмитровском районе такая бабушка-травница была такая, ну, вообще, она практически, никто не видел, чтобы она вообще что-то ела. Это очень интересно, она жила больше 160 лет, вот об этом из одной моей последней лекции увидите. Так вот, а вообще, посмотрите, вот главная страница моего выступления и вот лекции вводные, потому что здесь, для тех, кто не в теме, по теме адекватного питания, вот эту посмотрите, я советую. Вот откройте и посмотрите вот эту лекцию, и с этого стоит начать, может, кому-то выдадите, из родственников, знакомых, это стоит начать именно с этого. Ну, а дальше вы уже, так сказать, сами определитесь и, по крайней мере, проанализировав, поймёте, чтобы не верить кому-то на слово в чём-то, а просто проанализировать, подумать. Ну, что ж, дорогие друзья, думаю, данное видео было интересно. Много у меня есть интервью с долгожителями, мы будем их тоже выкладывать и анализировать. Ждите, это будет обязательно такой вот раздел рубрика. Всего вам самого лучшего. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал в Ютубе обязательно, на рассылку в блоге, вы здесь не поленитесь. Нажмите, наберите себя и подпишитесь на рассылку. Всего вам самого лучшего. До связи, до новых встреч.